И поэтому фиг с ними, с амбициями, с Аввакианом лучше не встречаться. Соперника-то дайте. Аввакиана 55. И ВГМ пандочка. Очень бы не хотелось проиграть второй раз подряд. Один раз я пандочки сегодня уже проиграл. Какой-то свой вариант. Поэтому надо собраться, взять четыре очка. А это непросто. Наркировка. Слону 3 покрепче. Так, что делаем? Что делаем? Ой. Интересно, что мы тут делаем. Вот эти попытки отыгрываться за поражение в важном этапе. Что-то это дает? Давайте проверим. Да, вот, игрыши в неважном. Они психологически не... Да, здесь я думала... Удачны. Короче, у меня два слона, пешек поровну. У черных слабые пешки А7-С7. Может быть, я сожру еще на А7. На конь С2 у меня есть ход ладья Д1. Все знает, что ли? И все это вместе, в совокупности, дает мне надежду на какой-то перевес, может быть. Ну, например, ладья Д1. Ферзь мой не ловится, потому что ферзь А6-А4 уходит. На ферзя А4 некому напасть. Слон с Б4 не уходит. Не уходит слон с Б4. Я могу набрать, забрать Д4, забрать Б4. Да, забираю. И забираю Б4. Ферзь А4 просто зевок. Это же ферзь А4. Она, ферзь А4, выскакивает, и после А3 все равно у меня остается лишняя фигура. Конь Е5. А если ферзь С7... Может быть, и есть. Вот ферзь С7 она должна найти ход. Подождите, стоп. Ферзь С7. После ферзь С7 я вынужден играть Ж3. Да, она находит. И здесь у меня всего-навсего лишняя пешка. Сейчас хоть ладья Б8 какой-то интересный. Вот. На ДЦ ферзь С3 у меня лишняя пешка и слон против коня. Да, и теперь... Слон Ф7 не грозит. Слон против коня. Ладью на Д4 и вторую сдвоить. Так, стоп, стоп, стоп. Не тупенько. Не зевнуть шаха на Ф3. Слон Д5. Или слон Д5 сразу пойти, чтобы укрепиться. Тоже вариант. Так, что мы находимся в позиции без пешки, да? Так. Без пешки. Или ладья С1 пойти. Чтобы побороться за линию С. Соперник оптимист. Что я говорю. Где-то при случае слон бьет Ф7. Может быть. А может и не быть. Так, стоп. Как пойти? Так. Конь Е5. Слон Д5, по-моему. Ферзь С3. Нет. Ферзь Б3. Привязываюсь к пункту Ф7. Так, пешка на Ф7 где-то у нас подвисает. При случае Ф4 будет пограживать. Ну, как-то вот... Бегает за мной. Бегает. Слон Д5 в опасности. У него слон. В очень серьезной опасности. Это я зевнул. Это я зевнул. Без пешки остался. Ладно, съем. Ферзь Д4 она не зевнула, потому что там ужас какой. Хотя бы пешка отыграла. По времени плохо стою, очень правда. Поэтому ладья Е1. Плохо по времени. Висит на Д2. Да, на Д2 висит. Теперь ферзь Д4. Можно играть. Висит конь и ладья. Может быть все-таки она зевнула больше, чем я. И время у нее заканчивается. Что-то тут огребем. У нее заканчивается время. Или не огребем. На Д2 висит. У меня вилка тут вся пошла. Так. Ферзь Д2, Ферзь Д2, конь Е2. Как я могу пойти-то? Нет, шаг не могу дать. Дикая просто тактика. На Слон Е4 еще ходит конь Е1, а там ферзь... Так, ладно, без паники. У меня есть время. Время это ресурс. Я ходил конь Е1. Так. Я наверняка что-то здесь могу сделать. Только не вижу что. Ну, качество, да? Только не вижу что. Так, Слон Е4. Все уже. Просто от отчаяния. Ферзь Ладья бьет Е1. Висит Ферзь Ладья. Срочно. Я буду трясти флаг в проигранной позиции. Такой план. А4. Ферзь Д1. Слон Ф3. Ферзь Б3. Ферзь куда-то должен, блин, деться. Съел и король Ж2. И Ладья Е7. И Ладья А7. И слон Д5. Слон куда-куда-куда слон. Так, на Д2, блин, сейчас. Активность решила сыграть. Ой! Слон С6. Слон В5. Король Ф3 Д3. В4 А4. Д3. Рыги 2 Ф2. Да, не успеваю. Да, я выиграл по времени. Не успеваю по времени. Ну, немножко недостойно, но что поделать? Так, четвертое место. 23 очка пламя. И есть время еще на одну партию. И значит, призрачная надежда на второе место. Компания у нас. И так далее. А еще на один у нас.